Театр всегда играл и продолжает играть немалую роль в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Потому такое знаковое событие, как открытый театральный фестиваль Форум Театр Онлайн 2016, не только обогатит базу белорусского профессионального театра, но и повысит культурный уровень граждан. Год культуры для Солигорска очень важно. Ваше мастерство, ваше творчество. И я уверена, что от сегодняшнего мероприятия вы получите большой-большой потенциал, искру, которая вас еще вдохновит на будущие творческие достижения. И я хочу пожелать всем участникам первого в Солигорске открытого Театр Онлайн Форума пожелать вам, чтобы вы не только получили удовольствие от общения друг с другом, но также знакомились с нашим красивым, уютным и таким гостеприятным Солигорском. Нам очень приятно, что первый такой форум именно в Солигорске и именно у нас, на нашей сцене. Мы, как организаторы, постараемся сделать все возможное для того, чтобы время, проведенное у нас, запомнилось вам на очень надолго. И я уверен, что наша встреча не исключательна. Поэтому мы предложим все усилия, чтобы здесь вам было комфортно, уютно. И те эмоции, которые вы получите, той энергией, которой вы зарядитесь, чтобы передали своим друзьям и обязательно вместе с ними приехали в следующий раз. Оценивали мастерство актеров жюри представителей Белорусской государственной академии искусств Виталий Котовицкий и Ирина Кабанова. А возглавил оргкомитет художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького Сергей Ковальчик. На протяжении трех конкурсных дней солигорчане смогли приобщиться к прекрасному и оценить театральное искусство детских и взрослых коллективов, которые приехали к нам из Минска, Любани, Гомеля, Москвы, Держинска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ярославля. Не остались в стороне и солигорские актеры. Постановку детского театра «Чемодан» под руководством Ольги Смолюговой «Ну, волк, погоди» зритель смог также оценить по достоинству. Жюри присудило коллективу диплом за лучшую режиссуру. В целом и зрители, и конкурсные жюри высоко оценили фестиваль и назвали театр онлайн событием республиканского значения. Так получилось, что я и Виталий Владимирович Котовицкий, члены жюри, мы одновременно являемся еще и членами Совета Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. И мы обязательно на следующем заседании фонда расскажем о том, что в Беларуси, в Солигорске открылся первый фестиваль с участием уже и наших российских друзей. Фестиваль детского театрального творчества. Это очень знаковое событие, особенно в год культуры, потому что, я не знаю, мы не рассматривали на Совете Фонда вот именно детские театральные работы, а это очень важно, что у нас показать то, что в нашей стране есть талантливая молодежь, которая занимается театром. По итогам фестиваля форума все участники награждены дипломами в различных номинациях. Высшую награду конкурса «Гран-при» взял театр-студия «Птица» город Ижевск с авторским спектаклем «Издалека долга» режиссер Светлана Шанская.